Главная тема круглого стола – пути решения эксплуатации домов 335-й серии в Иркутской области. На собрание приглашены в Рио губернатора Прибайкалья Игорь Кобзев и мэр Ангарского городского округа Сергей Петров. Ситуация с домами 335-й серии, она как раз взрывоопасная ситуация, очень опасная. Ну, понятно, что мы находимся в сейсмической зоне, у нас довольно часто трясет, а в связи с этим дома 335-й серии, безопасный режим эксплуатации которых ограничивается где-то в районе 50 лет, и многие из них, которые построены в 60-х, 70-х годах, уже либо перешагнули эту черту, либо уже подошли и в ближайшее время перешагнут. Естественно, есть все основания полагать, что при неприятных условиях, то есть каком-то землетрясении или еще что-нибудь, значительная часть из них может просто-напросто разрушиться. А их вообще на территории Ангарского муниципального образования 491 домик, причем из этих 491 домика есть 180 специфических 335-й серии, это с неполным каркасом. Заинтересованное лицо кто? Как раз те люди, которые проживают на нашей территории. Именно над ними нависла реальная опасность, мы так расцениваем. Ну и при этом, при всем, когда говорит власть и региональная, и федеральная власть, говорить о домах 335-й серии, говорят же они, как дома 335-й серии? Вот сейчас провозгласили реновацию в Сеяруси, да? Там речь идет о пятиэтажках, которые можно снести, застроить там 16-этажными домами, и в связи с этим улучшить качество жизни людей. Ну замечательные все тезисы. Но при всем при этом, если подходить именно так, то в нашей территории, кроме того, чтобы улучшить качество жизни населения, речь идет об опасности, об реальной опасности, которая нависла над значительной частью населения города Ангарска. Потому что вот эти 491 домик, они составляют 30%, примерно 30% всего жилого фонда Ангарска. Но если, не дай бог, произойдет катастрофа, которая в Ангарске, которая, ну, совершенно реальная угроза, которая существует, то на одном домике из 180, будем говорить, даже хотя бы без полного каркаса, да, произойдет такая катастрофа, то, ну, понятно, это будет значительно тяжелее, чем весь этот Тулун, вокруг которого сейчас вот ритуальные танцы там в течение двух лет там танцуют, танцуют, на этом фоне там губернаторов меняет всякое разное. Вещь важная, та тенденция, которая вот рассматривается на региональном и федеральном уровне, она, на наш взгляд, не совсем подходит под нашу ангарскую действительность. И вот как раз вот эта тема и будет обсуждаться. Будет открытый, достаточно серьезный разговор людей, населения, проживающие на этой территории, и власти. И очень надеюсь, что, хотя мы уже и добивались того, что в план включали там дом трясти, который на Восточном, вы же помните. После этого, последние вот события, они сводились к тому, что уже в прошлом, в девятнадцатом году должны были расселить два дома. Но опять же, вот эта вот Тулунская трагедия не дала, это все эти штуки. То есть всегда находится предлог для того, чтобы не выполнять то, что должны выполнять. Наша задача вот этого круглого стола – обратить очень пристальное внимание властей всех уровней. Но мы обратим внимание региональной и местной власти. А региональная власть в соответствии с этим обратит внимание федеральной власти на ту проблему, которая существует в нашем городе Ангарске. Ангелина Борисова, Альберт Домнин, Новости 360, Ангарск.